Привет! Если я сижу на кровати и рядом со мной навалена куча всякого барахла, это значит, что будет видео о расслаблении. Это вещи моего старшего ребенка, Гордея. Мы сегодня с ним все перебрали. Давайте сначала посмотрим, как это было, а потом я расскажу, почему мы решили избавиться от вот этой вот огромной кучи вещей. Итак, что мы имеем? Здесь вся одежда Гордея. У него есть комод в его комнате. В общем, из него я принесла ящик один целиком и достала то, что лежит в органайзере. Здесь нижнее белье, носки, резинки для волос, потому что Гордея длинные волосы. Это плавки две пары. Это даже не берусь сказать, что. Мне кажется, чехол на рюкзак, чтобы во время дождя не промокать ремни, джинсы-джинсы, спортивная одежда, шарфик-шарфик. Это, мне кажется, то ли шапка, то ли шарфик. Под подозрением выглядит страшно. И в шкафу детском здесь, собственно, вот слева одежда Гордея, справа одежда младших детей. Какая у нас задача? Задача разобрать, с чего мальчик вырос, с чего не вырос, что заносилось до такого состояния, что уже носить неприлично, что, может быть, что-то вышло типа из моды. И, например, в частности, про плавки. Гордея говорит, что у них в школе все ходят в таких, ну, типа, до колена или даже ниже плавают в таких шортах в американском стиле. У него шортики, ну, то есть это не такие плавки, как мой папа плавал в советское время. Но они при этом все равно такие в обтяг и довольно короткие. Поэтому он говорит, что, чтобы не было буллинга в школе, надо перейти на что-то другое. В общем, сегодня разбираем гардероб, примеряем, наводим порядок, делаем список того, что надо докупить. Потому что чего-то уже не хватает, что-то износилось. И я часть весей еще, похоже, дело буду приносить. Потому что Андрей сейчас похудел, Гордей, наоборот, вырос. И у них периодически происходит обмен, типа, всякими джинсами, шортами, футболками в том числе. Вот футболки у нас вообще такая общая вещь в семье. Совершенно спокойно практически любую футболку могу надеть и я, и Андрей, и Гордей. Поехали! Мальчик Гордей, 180 сантиметров. С лишним уже, кажется, давно не мерились. Надо бы измерить рост еще раз. 80 килограмм живого веса. 78. 78 килограмм живого веса. В общем, сейчас переходим к примеркам и разбору. Телефон. 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 Продолжение следует... 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 Андрей их уже носить не будет, просто потому что, ну, уже не отстирывается то, что могло бы. Плюс тут всякие уже нитки торчат. В общем, все, спасибо, хватит. Дальше идет очередная футболка. Про эту футболку, гордяя, следующая претензия. В принципе, мне очень нравится, как она на нем выглядит. Но здесь по бокам есть такие разрезы. И он говорит, что вот, я вообще такой довольно активный. Я там в школе бегаю, прыгаю. Не только на уроках физкультуры, но и вообще. И вот если я когда-нибудь, куда-нибудь тянусь, то, соответственно, у меня там видно бок, как бы видно голое тело. То есть она, в принципе, нормальная по длине, но именно вот эти разрезы ему не подходят. Эту футболку мы решили забрать Андрею, потому что у него таких проблем нет. Он ниже ростом и, видимо, белье активный и не сталкивается с такими сложностями, как Гордей. Очередные джинсы. Это Seven for All Mankind. Тоже примерно такая же их судьба постигла. То есть он их какое-то время активно носил, но сейчас просто перестал в них влезать. Он как бы в них вылезает, но может он в них только стоять, даже сидеть уже неудобно. Такие же совершенно джинсы. Ну, в смысле, не такие же по модели, а такие же по своей судьбе. Это G-Star. Размер 31, рост 34. У Андрея, в принципе, размер тоже где-то 30-31. Но у него не 34-й рост. И у него, честно говоря, с избытком джинсов. Поэтому конкретно эти мы сдадим в Second и пусть кто-нибудь высокий, красивый их носит. Дальше под расхламление попала вот такая спортивная, спортивный топ, спортивная футболка с длинным рукавом. Она вся такая очень гладкая, синтетическая. Хорошо, в принципе, тянется, как почти вся спортивная одежда. Она быстро сохнет. В общем, вроде все как надо. Но проблема в том, что когда-то ее купил Андрей или я купила Андрей, я уже не помню. Но, в общем, она была у Андрея. И она реально ему мала. То есть она прям как-то слишком обтягивает. То есть, несмотря на то, что она растягивается и налезает, но некомфортно. Она задирается, как бы там торчит живот, поясница, бока. В общем, это не то, что было Андрею удобно. В итоге, пока Горди был поменьше размером, он ее носил на спорт очень активно. И зимой иногда поддевал, чтобы было более тепло. И сейчас все мы как бы поняли, что Горди из него вырос. Андрею она изначально тоже была не совсем по размеру. И она в идеальном вообще состоянии, несмотря на то, что ее очень активно носили два человека. Но вот в этом, наверное, есть плюс хороших синтетических тканей, что они очень долго не изнашиваются. Я, с одной стороны, понимаю людей, которые говорят, что вот нет, я ношу только натуральные ткани. С другой стороны, я сама спокойно для себя отношусь к синтетическим тканям, потому что они долговечные, они не мнутся. Но, в общем, для меня в них есть свой смысл и своя ценность. И я, в общем, спокойно к этому отношусь. А с учетом того, что я большинство вещей покупаю не новыми в секонд-хенде, то я не очень сильно переживаю на тему того, что вот это же не экологично. Хлопок тоже не очень экологичен или он тоже имеет свои всякие подводные камни. Поэтому, в общем, я не то чтобы стремлюсь, чтобы у меня там все было из полистера или полиэстера. Но если что-то есть там с ластаном, с полистером этим, я спокойно к этому отношусь. И для некоторых вещей, типа вот для спортивной одежды, я считаю, что это лучше, чем хлопок, например, тот же. Нашли у Гордея ремень, у которого нет вообще пряжки. Непонятно, куда она делась. Видимо, давно была утеряна. Ну, в общем, и плюс он уже тоже покоцанный. Тут растянутые и поломанные места, там, где дырочки. В общем, тоже мы от него, естественно, избавляемся. У Гордея еще осталось два ремня. И, в общем, пока решили не докупать, потому что он чаще всего носит брюки, джинсы без ремня вообще. Ну, то есть два у него есть, мне кажется, этого достаточно. Еще одна джинсовка. Мне кажется, я как-то несколько раз снимала в ней видео. То есть я сама ее в него таскала. И пока она в него висела, я ее периодически брала. В общем, короче, он ее носил очень мало реально. Эту джинсовку подарила, кажется, моя мама ему. И, в общем, сейчас она ему совсем мала. Прям вот очень коротка. И рукава, типа, заканчиваются, наверное, на длине 5 шестых, 7 восьмых. И, в общем, я эту джинсовку не хочу никуда отдавать. У меня есть своя джинсовка, такая светленькая. Но она такая больше по фигуре. А это для меня она немножко оверсайз. То есть я, в общем, решила ее себе оставить. И что еще? Есть такой пиджак. Тоже покупка Горде добровольная. Мы ездили то ли в секонд, то ли на барахолку. В общем, мы его купили не новым. В общем, он в этом пиджаке ходил очень мало. И сейчас он говорит, что, ну, нет, как бы, в общем, это не мой стиль уже. У нас в школе так не одеваются. В общем, решили тоже его отвезти обратно в секонд. Хотя по размеру он ему, в принципе, ничего. Он сомневался немножко насчет него, но я спросила, ну, вот ты наденешь его в ближайшие полгода? Он говорит, ну, нет. Поэтому я не вижу смысла, честно говоря, хранить, если человек не собирается это носить. Спортивные шорты. Вообще совсем малые. Ну, в общем, катастрофа. Очень маленькие. И две пары тайцев. Это такие спортивные, типа, лосины для мужчин. Чаще всего, ну, бегуны их просто так носят. В зал, если их в них ходят, то обычно еще сверху какие-нибудь шорты надевают. В общем, и те, и другие уже покоцанные. На них есть какие-то такие там затяжки, какие-то мелкие дырочки, какие-то стрелки, как на колготках. И я бы их вообще утилизировала, сдала в переработку сразу. Но поскольку у нас Андрей, мой муж, бегает всякие безумные спортивные дистанции, где они бегут по лесу, потом плывут на каяке, потом куда-нибудь карабкаются, занимаются скалолазанием, потом еще на роликах едут и так далее. И, в общем, с этих соревнований он обычно приезжает, и большую часть одежды, которая на нем есть, приходится выбрасывать. И как раз для таких случаев, то есть вот надеть один раз на какие-нибудь соревнования и после этого спокойно их утилизировать, спокойно сдать в переработку, потому что, ну, как бы каждый раз покупать новые, это довольно глупо, а тут есть те, которые им, Андрею, по размеру, и можно их добить до конца, и после этого уже перестать ими пользоваться. Такой вот разбор мы составили список, ну, то есть это примерно, ну, не знаю, если не две трети, то, наверное, половина точно гардероба Гордея. Мы составили список того, что надо докупить. Там есть, например, плавки, потому что, несмотря на то, что у него есть две пары плавок, они ему не подходят по таким соображениям моды и того, кто как относится там в классе, одобряют, не одобряют. Он на это, естественно, сейчас обращает внимание, мальчику 16 лет. И надо докупить ему джинсы, надо докупить ему шапку, в общем, все это мы записали. И когда у меня кончится карантин, потому что мы были в Хорватии, были в Черногории, и по приезду надо выдержать две недели, когда эти две недели пройдут, мы с Гордеем отправимся на шопинг, и если вам интересно, можем вас взять с собой и покажем, что мы купили. Итого, шкаф сейчас выглядит вот так. А ящики с одежды в комоде вот так. Все, спасибо за внимание, я рада, что вы были с нами. Надеюсь, это видео кого-нибудь вдохновило. Мне кажется, что сейчас многие будут делать всякие вот такие разборы, особенно у кого дети там идут в школу, не обязательно в первый класс, в любой класс. И да, дети растут, и их гардероб приходится обновлять гораздо чаще, чем гардероб взрослого человека. Большие рукава, слишком маленькая, мне нравится, но уже старая, слишком толстая. И маленькая. Да, слишком старая. И маленькая. Мне нравится, но мама хочет выбросить. В смысле, маме вообще не нравится. Как такое может нравиться? Слишком маленькая. Слишком маленькая. Слишком маленькая. Слишком маленькая. Спасибо, Гордей. Итого, списочек мы написали, что надо докупить. Две пары джинсов, одну майку, спортивные шорты и плавкие шорты. Согласен? Да, супер. Ремень вроде есть еще. Все, всем пока.